Впервые в России. Легендарный Тони Робинс. 1 сентября. Олимпийский. Мировая премьера новой программы. Тони Робинс. Коуч номер один в мире. Гуру президентов, олимпийских чемпионов и звезд Голливуда. Автор бестселлеров «Беспредельная власть» и «Разбуди в себе» Исполина. Входит в список топ-50 главных бизнес-умов планеты и в рейтинг 100 самых известных знаменитостей в мире журнала Forbes. Обретите уверенность в себе и узнайте секрет безусловного успеха. О боги, она мне не отвечает уже целый час. Неужели нашим отношениям конец? Я послал этому парню письмо два часа назад. Ему это что, не важно? Он сейчас потеряет клиента. Сегодня обсудим временные рамки во время переписки. Как люди это интерпретируют и что это означает. Имеет ли это вообще какое-либо значение? Ответ – да. Мы живем в информационном веке. Нравится вам это или нет, но люди делают моментальные суждения на основе скорости ответа. У меня есть умный друг, у него все в одном связано. Он одинок, идет на свидание, а на следующий день звонит мне в панике и говорит, «Она мне не пишет уже целый час. Что происходит?» Как бы у парня все в порядке. Он вообще как бы логичный. Но почему он так расстроен, что она ему не пишет? В нашей личной жизни это большое значение. В бизнесе, если вы не отвечаете клиентам, то рискуете их потерять или получить жалобу, что вы безответственны. В сегодняшнем видео я поделюсь с вами исследованием, которое мы провели и выделю базовые правила. А затем расскажу об ожиданиях клиентов или в целом об ожидании разных людей и то, как с этим работать. Начнем с обсуждения платформы. Возьмем три способа, как люди общаются между собой. Телефон, почта и сообщение. Что я заметил в исследованиях, так это то, что на вызовы по телефону уходит больше всего времени, чтобы ответить. Но что интересно, так это то, что друзьям вы можете ответить на выходных. Они позвонили вам в понедельник, вы не можете им ответить, и это нормально. Они понимают, что у вас работа кипит. Если это бизнес, то вам надо ответить на звонок максимум в течение суток. Давайте перейдем к письмам. Если это личная переписка, то людям нравится получать быстрые ответы в течение пары часов. Но если вы ответите в течение 48 часов, то это тоже нормально. Но если это бизнес-переписка, то люди ожидают ответа в течение нескольких часов. Но в течение суток это допустимо. Давайте поговорим о текстовых сообщениях. Вот тут, конечно, необходимо моментально реагировать. Согласно опросу 2013 года, люди отметили, что в 64% случаев они получают мгновенный ответ в пределах двух минут. И 68% людей ответили, что они отвечают обратно тоже в течение двух минут. Что же это говорит? Что ожидания в сообщениях очень высоки. Давайте поговорим о природе отношений. Начну, пожалуй, с личных, а затем перейду к бизнес-отношениям. Все исследования, которые я прочел, говорят о том, что женщина будет больше испытывать симпатии к мужчине, в котором она сомневается, нравится ли она ему или нет. Вот тут начинается игра. Много людей пишут об этом. Я понимаю, что многие из вас терпеть не могут таких игр. Многие даже устанавливают сумасшедшие правила. Один человек даже писал, что необходимо посмотреть на разницу во времени, когда пришло сообщение, и умножить его на 1.25. Другие говорят, что необходимо подождать в два раза дольше. Но поймите, тут и происходит вся игра. Некоторые вообще в них не играют. Один из десяти парней вообще никогда не напишет первым сообщение. Мораль басни такова. Игры в ухаживание живут бурной жизнью. Давайте перейдем к сообщениям, звонкам и письмам от нашего близкого круга общения. Вы все бросите и поднимите телефон, даже если у меня есть кто-то на приеме в офисе. Или вы на собеседовании. Это моя жена, простите, мне надо ответить. Но если это сообщение, то я знаю, что моя семья может немного подождать с ответом. Я не отвечу, потому что там может быть что-то простое. Фотография собаки или как дети играют на улице. Поэтому надо понимать, где проходит граница. Давайте поговорим о друзьях. Я не о пяти тысячах друзей из Фейсбука. Я про тех людей, с кем вы учились, с кем вы росли вместе. К сожалению, я обнаружил, что этим людям мы отвечаем медленнее всего. Потому что мы очень близки, и они понимают, что у вас очень загруженная неделя. Я позвонил ему в понедельник, наверное, стоит подождать до выходных. Друзья от этого не пострадают. Они могут подождать неделю, если это был просто телефонный звонок. Но если это сообщение или письмо, то они ожидают какой-либо реакции и ответа. Давайте поговорим про бизнес-отношения, коммуникацию и интерпретацию. Что это все означает? Поймите, что существует большая разница между личным и бизнес-общением. В личном вы можете играть в игры. В бизнесе не стоит играть. Отвечайте быстро. Исследования показали, даже если это простой ответ. Да, мы получили ваше письмо. Вернемся к вам с ответом в скором времени. В таком случае клиент понимает, что происходит с его запросом, и он становится более лояльным. Если кто из продаж, то вы знаете это. Потому что если вы не ответите обратно человеку, который хочет купить дом или машину, если вы не отреагируете моментально, то вы можете потерять клиента. Поймите, что ожидания растут, и они только увеличиваются, что на самом деле не очень хороший тренд. Но такова реальность. Исследования 2018 года показали, что 41% людей ожидают ответ на письмо в течение одного часа. Это самый минимум. Но 15 минут еще лучше. Это средняя статистика по меру. Давайте поговорим об ожиданиях. Если вы не устанавливаете ожидания, то они будут установлены за вас. Поверьте, люди так делают. У меня есть друг, он отличный бизнес-партнер. Но черт, если ты ему не ответишь на письмо в течение нескольких часов, он присылает еще одно письмо. Он отправляет еще и сообщение, потому что для него это очень срочно. Да, у него нет детей. Он работает 24 на 7. Он работает постоянно. Я все понимаю, поэтому я устанавливаю рамки ожидания заранее. Перед тем, как я начинаю с кем-то взаимодействовать, я говорю, Это мои рабочие часы. После них я не отвечаю. Если случится что-то очень срочное, либо кто-то умер, то звоните мне по этому номеру телефона. В любом другом случае, это может подождать. Повторим. Когда вы кому-то пишете, что вы ответите, или говорите, что вы перезвоните в определенное время, пожалуйста, делайте это. Не будьте сверхоптимистичны. Мы как люди часто допускаем такие оплошности. Мы всегда думаем, что можем сделать максимум. Да, я перезвоню тебе через час. Как насчет того, чтобы говорить в конце дня или после работы? Дайте себе больше времени на ответ, чем вы думаете вам нужно, и вы станете меньше огорчать людей. Но вам потребуется держать свое слово. Вы сами установили это время ожидания. Итак, ребята, я хочу услышать от вас в комментариях ваши замечания по поводу этой проблемы. Насколько она увеличилась и влияет на вашу жизнь? Уверен, что у вас есть парочка крутых историй. Хочу, чтобы вы написали это в комментариях. И не забывайте, если вам надо больше информации, то статья находится в описании к видео. Я прикрепляю пост почти к каждому видео на Real Man Real Style, чтобы у вас был доступ к большему количеству информации. И да, все эти крутые инструменты находятся на Real Man Real Style абсолютно бесплатно. У меня также есть премиум-корс. Если вы хотите войти в игру, создать лучшую версию себя, то это то, что вам надо. На этом все. Берегите себя.